УАЗ Патриот уже не молод, однако если сравнивать его с другими ветеранами вроде Хантера или Буханки, ему еще очень далеко до офицерских сидин. Но по числу модернизаций он легко даст им фору, и очередная из них пришлась на конец прошлого года. Причем все изменения не видны снаружи, ну если не считать новых дисков и ручки двери багажника. Главные новости у нас внутри, и это здорово. Вот оно, сердце всей модернизации в прямом смысле этого слова. Новый двигатель ZMZ Pro, который достался Патриоту от грузовичка УАЗ Профи. Характеристики заметно улучшились. Степень сжатия увеличена с 9,1 до 9,8. Однорядная цепь ГРМ, которая со временем вытягивалась, наконец уступила место двухрядной. Мощность повысилась до 150 лошадиных сил, а крутящий момент до 235 ньютонов. С одной стороны, конечно, свершения невеликие, но самое главное то, что полка крутящего момента у нас съехала вниз на полторы тысячи оборотов. А для большого внедорожника без дизеля в семье это очень хорошие новости. Передний мост получил открытые поворотные кулаки. Это добавило Патриоту маневренности. Его диаметр разворота уменьшился аж на метр. К сожалению, есть и обратная сторона медали. На бездорожье теперь нужно беспокоиться за открытые пыльники шрусов, которые можно повредить какой-нибудь корягой. Рулевое управление получило демпфер, но он не очень удачно расположен и ничем не прикрыт. Когда мой коллега Юра Тимкин тестировал предсерийный автомобиль, ульяносы обещали добавить защиту уже на товарных машинах. У нас как раз такая, но никакой защиты нет. Наверное, забыли. Перечень новинок на этом не заканчивается. Амортизаторы получили новые калибровки, уменьшился диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости, а задние трехлистовые рессоры уступили место двухлистовым с пластиковыми прокладками. Все это должно помочь Патриоту улучшить свою управляемость, в первую очередь на твердых дорогах. Так давайте проверим. Чуть ли не единственное изменение в салоне, но зато какое. На передних и задних стойках у нас появились удобные поручни, с помощью которых залезать в высоченный Патриот стало гораздо удобнее. В остальном практически без изменений. Посадка водителя не изменилась, она по-прежнему королевская в том смысле, что сидишь и смотришь на всех сверху вниз. К сожалению, она не идеальная. Площадка под левую ногу у нас неудобная, руль, педали и сиденья немножко смещены друг относительно друга, да и профиль самого сиденья у нас не оптимальный, особенно в районе спины. Но, честно говоря, я вспоминаю Патриоты конца прошлого десятилетия, и мой скетчис заметно ослабевает. Жаль, что по всему салону остались неослабые, освоенные гектары пластика, например, внизу центральной консоли. Господи, сколько здесь пропадает места зря. Сюда можно было бы запихнуть большое многоярусное отделение для всего и вся. Будем надеяться, что ульяновцы когда-нибудь исправят и этот недочет. Съехавший к средним оборотам пик крутящего момента сразу дает знать о себе при трогании. Можно смело бросать педаль сцепления, и тяги хватит для того, чтобы машина не заглохла и тронулась. Кстати говоря, выжимная пружина сцепления была изменена, и усилие на педали снизилось. Не сказать, что оно совсем низкое, но, как говорится, результат на ноге. Передачи переключаются гораздо четче и приятнее, потому что механизм переключения был переработан, и ходы рычага стали заметно короче. Кстати говоря, сам рычаг озвавелся демпфером, чтобы избавить его от паразитных трансмиссионных вибраций. И вот да, я помню этот великолепный зуд на рычаге при разгоне на старом автомобиле. И поверьте, я не буду по нему скучать. Не буду я скучать и по старой шумоизоляции, ведь двигатель новый УАЗ Патриот изолирован гораздо лучше. Да и вообще шумовое наполнение салона заметно снизилось. Это не значит, что вы будете слышать, как урчит ваш код на заднем сидении. Однако на фоне лязгущего и зудящего оркестра старой машины сейчас внутри салона блаженная тишина. На Грейдере подвеска УАЗа стала все-таки жестче. Поперечные швы, ямы, стыки – все это обитатели салона стали ощущать куда заметнее. Но приятно то, что энергоемкость подвески никуда не делась. У УАЗа по-прежнему можно мчать по разбитой дороге, совершенно не боясь пробоев. Радует то, что Патриот не лишился своей проходимости. Конечно, зима – это не осень с раскишенными грунтовками, но, тем не менее, снежная целина глубиной по колено – тоже хороший тест. И Патриот уверенно пробивает себе дорогу там, где еще не ступала гусеница снегохода. Арсенал внедорожных свойств у нас абсолютно тот же. Это жестко подключаемый передний мост, это понижающая передача, это блокировка заднего межколесного дифференциала. И что уж говорить, УАЗик вне дорог абсолютно свои стихии. Осталось проверить, стал ли он хоть немного своим на твердых дорогах. Двухтонный внедорожник с неразрезными мостами, сидящий на раме, не стал управляться как легковой кроссовер. Управляемость по-прежнему весьма приблизительная. Но, с другой стороны, от Патриота этого никто и не ждет. Самое главное, что случилось – он стал надежным напрямой. Теперь с ростом скорости динамический коридор не возрастает до пугающих значений, и не нужно постоянно, как было раньше, крутить рулем, чтобы удержать хоть как-то машину в полосе. Патриот стал понятным, надежным на прямой дороге. Именно этого все ждут от такого автомобиля. И именно это самый главный результат модернизации шасси. И, кстати говоря, новый мотор ZMZ Pro тут пришелся очень кстати. Конечно, не ждите задорной динамики от двухтонной машины с мощностью 150 лошадиных сил. Нет, этого не будет. Но в кои-то веки под педалью акселератора появился хоть какой-то запас тяги. Подъем, который нынешняя машина легко берет на четвертой передаче, на старом Патриоте заставлял переходить на третью. То же самое касается, кстати, эластичности. Она стала не, к примеру, лучше во всем диапазоне оборотов. Конечно, всегда хочется иметь двигатель помощнее, но поверьте, для нынешнего состояния ходовой части этот мотор – разумный предел. Что мы имеем в итоге? Патриот не стал современным хорошим автомобилем. У него по-прежнему куча проблем, начиная от обработанных напильником петель дверей багажника и заканчивая проблемами с пассивной безопасностью или огрехами качества сборки. Но самое главное, что в поведении машины появилась какая-никакая гармония. И, на мой взгляд, такая модернизация куда важнее очередной камеры заднего вида или новой мультимедийной системы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова